Поговорим о переезде в Турцию. Можно поговорить, это в принципе подставить любую другую страну, но я исхожу из писем, которые получаю от вас от своих подписчиц и хочу эту тему немножко поднять и разобрать. У нас девушки очень любят запрягать, на себе тащить, не умеют расслабляться, доверять мужчинам. А другие мужчины, не только турки, я вообще в принципе имею ввиду, и в нашей стране также, мужчины наглеют, садятся на шею, и когда девчонка сама готова, знаете, с пылу с жару она бежит, все готова делать, он, конечно, расслабляется, садится к ней на шею и едет. И в Турции очень часто такое встречается, когда ты начинаешь, я из писем, я скажу, что у меня истории, которые я слышал, когда девчонки готовятся к переезду и начинают мне задалбливать меня, ну не только меня, других блогеров, форумы всякие, интернете, сайты, а какие мне документы нужны, а как мне что оформлять, а как мне переезжать, именно вопрос документов, финансов, сколько мне денег нужно на то, чтобы жить, а сколько мне понадобится, там, не знаю, косметика у вас стоит, все прочее, прочее. Такие вопросы задаются, по сути, я, когда я переезжала о таких вопросах, у меня не было желания никому задавать, потому что мой будущий муж сам все это в принципе решил, предугадал, скажем так, и мне не было вот этого желания задавать такие вопросы, искать, какие мне документы надо или еще что-то. Я не говорю о том, что вы должны тоже руки и ноги свесить на мужика, и он должен все делать. Ваша задача, сейчас хочу по переезду рассказать, что как бы правильно было бы, не надо бежать впереди коня просто, и мужчине, скажем так, облегчать жизнь. Ваша задача разобраться со своими юридическими, финансовыми, квартирными всякими делами на родине у себя, то есть там, например, уволиться с работы или там остаться на работе, отпуск себе какой-то там за свой счет взять, что вы там, не знаю, как у вас обстоят дела. Очень бы, кстати, хочу вам подметить уже прожитому опыту, я бы вам посоветовалась, вы можете на дистанционной работе оставаться, оставаться на ней и переезжать, потому что если вы забеременеете, вы можете официально пойти в декрет, и вы будете, например, жить в Турции, вам декретные будут российские выплаты все из России, ребенка, капиталы материнские, вся эта история, если вы там официально уйдете в декрет, будет вам очень-очень, кстати, удобно, я вам прям советую этим вопросом заняться, оставаться как-то как бы на работе, как-то вот этот вопрос, это очень-очень важно оказалось, у меня этого просто нет, я просто взяла, как говорит, все мосты сожгла, уехала, но потом оформлять всякие документы на детей проблематично, а сработать это все гораздо проще бы сделать, если ты живешь, например, там как-то чищешься на работе, там и снил всякий ребенку оформить, будет проще через работу справки всякие, вам бы это как бы в оформлении документов детей в будущем, это бы очень помогало ваша работа, если она бы у вас оставалась. Ну, это такой, конечно, идеальный вариант, но я вам, наверное, заметочку, у кого есть такой вопрос, вот лучше юридически как бы оставаться на работе или может там как-то числиться где-то, в общем, вы поняли. Далее, бюрократия, короче, будет меньше, будет проще. Значит, что от вас требуется, да, там, сдать свою квартиру или съехать с нее, определить свои вещи по переезду, вот и все, что от вас, собственно, из документов, если вы собираетесь замуж, я сейчас не помню, справка там о несудимости вашем, не судимости, а о вашем разводе нужна, да, или вы, если вы были разведены, или там из ЗАГСа, да, что вы свободны, но эту справку вы можете пойти, я про Россию, да, россиян, говорю, вы можете пойти себе до свадьбы, все делают ее в нашем консульстве, вы берете просто рандеву, встречу, идете, эту справку вам тут же дают, ничего ждать не надо, пришли нам, расписали, заплатили деньги, получили справку, идете замуж, вы даетесь, подаете документы в ЗАГС, даже эту, по сути, справку вам не обязательно везти с Родины, она здесь делается, или там, знаете, проблема была, кто там до 90-х в Советском Союзе родился, вот там надо этот полис страховой или какой-то медицинский, свидетельство о рождении, свидетельство о рождении надо менять на новый образец там, где вы родились, вот этот вопрос узнавать, но только от вас это понадобится, да, на месте сразу эту справку взять о свидетельстве о рождении, вот эту поменять свою и все, но это только кто до 90-х годов в Советском Союзе, потому что страна такой уже не числится, она типа недействительна, надо справку убрать на Россию, но это все в интернете, короче, вы можете посмотреть, все, от вас, по сути, больше ничего не надо, как перевозить вещи, это зависит от ваших финансовых возможностей, если у вас возможность летать потом домой, через какой-то период времени, конечно, надо взять в чемодан самое необходимое, я бы не стала с собой везти кучу обуви, например, даже здесь культурцы обуви навалом, какую-то одежду просто сезонную, когда вы едете, то, что вам нужно будет, косметику девочку, девочка у меня попросила, тут она как-то дороже, и качество, ну, короче, разные своих интересов, смотрите, я там взяла, знаете, типа фен, плойка и все такое, я даже поняла, фен можно было не везти, потому что, может, пойти здесь его и купить, ничего такого просто, собственно, нет, чтобы перевозить там, шубу, я не знаю, не везите, у меня есть знакомые, которые шубу свои привозили, потом пытались домой как-то там с родителями или отвезти, или отправить как-то, она здесь вообще вам не пригодится, куртки, обувь, там, осенняя в России обувь, одежда, демисезонная, она вам здесь пригодится, потому что это зима турецкая, а наши зимние сапоги, шапки, шубы здесь не пригодятся, можете там прям сразу не только ставить, тренебородственников отдавать, либо продавать, я свою, например, шубу, я продала ее в итоге, я одевала ее, когда приезжала первые пару лет, потом я поняла, что зимой летать мне в Россию холодно, неудобно, и делать там зимой нечего, реально как бы скучно, потому что холодно, никуда не сходишь, не погуляешь, толком, да, вот эта вся история, только по гостям, и я поняла, что мне зимой там делать нечего, и я перестала зимой прилетать в Россию, и я просто, мне шубу надевать, это некуда было, и она мех портится, я в итоге ее продала, и была очень рада, в принципе, замечательно, я не, короче говоря, об этом вообще не жалею, а нам здесь вообще бы никогда не пригодилось, в России точно так же, потому что купить какой-то демисезонный пуховик теплый, когда их сейчас навалом вообще разных, приехать, чтобы в Россию зимой, вообще проще паренной репы, короче говоря, это вообще не проблема, такая теплая верхняя одежда, я именно про Сибирь говорю, Москва-то вообще, да, потеплее и все прочее, какие другие регионы, я именно про прям морозы, там, минус 25 зимой, вообще, короче, девчонки, кто оттуда из Сибири, ну, не проблема, продавайте свою шубу, не парьтесь, зимние сапоги тоже мне не пригодились вообще ни разу, и далее, и все, собственно, что от вас нужно-то, какие-то свои вещи распределить, только грамотно, как вы будете переезжать, и когда вы сможете вернуться в там, второй часть, и все, я переезжала свои вещи буквально, наверное, за три раза, ну, нашебные какие-то, но это с учетом того, что большинство, я оценивала, что я буду носить в Турции, что мне пригодится, что нет, я все раздавала, раздаривала, что-то продавала, и, ну, и в общем, в основном раздала всем родственникам, подружкам и все такое, то есть я избавилась максимально от ненужного, очень много дала всяких офисных платьев, хотя их можно было, по сути, сюда привезти, я знаю, что зря я, не зря я это сделала, я бы зря их сюда везла, потому что здесь-то носить особо мне было негде, у меня другой стиль жизни стал, и они мне эти платья здесь просто были нужны. Те, которые я, может, там штук 5-6 привезла, в итоге я их куда-то сплавила, не помню, кимурту я выкинула, раздала, отдала, и они у меня обратно, короче, в Россию уехали, мне здесь некому было отдавать, я своей племяннице что-то такое отдала. Короче, не надо было даже это везти, мне здесь именно постель у одежды, это не подходит, и одежда здесь в Турции навалом, и здесь можно все это купить. По поводу вашего мужчины, когда девчонки узнают про документы, девочки, когда оформляется икомет, ей икомет сайт, там есть все на русском языке, это первое, вы можете все там посмотреть, не надо у меня спрашивать список документов, как вам оформлять там и все прочее. Во-вторых, там есть горячая линия, на которую отвечают по-русски, на русском языке. Вы можете начать вот это оформление документов, если вам так не терпится, уже находясь там, что это все в электронном виде на сайте делается, подать эти документы на икомет, это икомет, это вид на жительство. И это все равно делает ваш мужчина, знаете почему? Да потому что там он берет за вас ответственность, он ваш поручитель в стране, его адрес, только там страховку медицинскую купить, оплатить, там надо будет счет банковский сделать, может там из России вы, пожалуйста, можете сделать своего счета, там выписку, но его адрес, его работа, это все от него надо, это он предоставляет вам, помогает. А если вы замуж уже вышли и переезжаете, то икомет жены вообще полностью, по всем вообще, с вас только фамилия, ваш паспорт там и все, и старые икометы, если он там был, все вообще оформляется на мужа, потому что он полностью за вас несет ответственность, и финансовую, и юридическую жилье, и все прочее. Вы там ничего написать не сможете без знания турецкого языка. И поэтому, когда у меня девочки спрашивают документы, мне смешно. Это ваш мужик должен оформлять, ваш мужчина, кто за вас берет ответственность, не вы этим занимаетесь. Или вы мне это спрашиваете, потому что вы в это вообще еще не вникали, вам, наверное, есть такие люди, которые ничего не знают. Я спрошу, мне расскажут, все, мне так проще будет, упрощают себе задачу. Но я вам ничем помочь не могу, потому что это все равно не вам делать и не мне, это ваш мужчина будет все оформлять. Все очень предельно просто. И вот уже все остальное, конечно, это идет на вашем мужчине. Это квартира, где вы будете жить, есть ли у него жилье, съем жилья, все прочее, зарабатывание финансов, денег, чтобы вас кормить, вам что-то купить нужно будет. То есть вы дополнительный еждивенец, что, собственно, в виде нажительства-то и оформляется у вас, он несет за вашу ответственность и юридическую, и ваше проживание в стране, нахожете, вы работать не можете по этим документам. Так что, ну, легально я имею в виду, имейте в виду, что да, он берет всю эту ответственность на себя. А если вы хотите, как умная, типа, там, знаете, типа, прогнуться, показать, что я тоже ответственная, что я к тебе на шею не сяду, вся эта история, я вот сама буду узнавать про документы, ну, вы помыкаетесь, попыкаетесь, типа, узнавать будете, а для чего? Он все равно ваши документы мужчина ваш оформляет, от него это все зависит не от вас. Билеты вы себе только купите, ну, короче, вы ничего здесь не решаете. И это надо принять, от этого никуда не денешься. И у вас будет адаптация, вы вообще, вот мне, честно скажу, когда я переехала, мне из двора страшно было выйти, потому что, я не знаю, ни языка, ни людей, и вообще ничего не понятно было, что вокруг происходит. И это какое-то время занимает, и это не неделя-две, это месяцы. Первые полгода у меня, вот, через полгода прошло вот это ощущение, какое-то чувство безопасности стало появляться, потому что я понимаю, реакции людей, как-то привыкла. Полгода, учитывая то, что я еще домой летала, скажем так, адаптировалась, раз в три месяца каждый там навещала, мне было не так тяжело. А вот, так что к переезду ваша задача переезжать, готовиться чисто, вот решить свои юридические, финансовые, там, квартирные, вещевые, одежда, вопросы. Все, с вас ничего больше не надо. Все решает ваш мужчина, что вы здесь без знания языка, никто никак и без документов ни о чем вообще, ни о Алене, ни о любых туристах. Просто с правом на жительство туристическим в течение года, чтобы просто визу, ну, типа виза у вас есть. Все. И все это берет на себя мужчина. Но вот это просто, когда вы бежите впереди паровоза и пытаетесь что-то типа решать и делать деятельность свою, показываете, вы ничего не решаете. Вы просто тратите свое время. А я бы вам вообще честно главный вывод сделала, посоветовалась, вот это все на родине своей решить и смотреть, как узнает ваш мужчина, как он к вашему переезду готовится, там, квартиру, там, деньги и все прочее, документы хочет ваши оформлять. Потому что мне, когда я переехала, там муж купил билет, там, квартира, все понятно, но не я думала, где мне идти визу там оформлять, что мне с этим делать, я ему вопросы не задавала. Меня муж все узнал до того, как я приехала. Меня только подписи надо было в этой анкете поставить, и все заполнено было, все сделано. Вот так это делается, понимаете? Потому что он был заинтересован в моем приезде, в нашей жизни, он мне любит, собственно, планы, да, строит. Вот это он заинтересован, чтобы там меня не депортировали, я себя спокойно чувствовала надежно с документами и все прочее, прочее, прочее. Мужчина все это решает. Вам надо обращать внимание на его вот эти действия, но не бежать впереди и помогать ему. Зачем ему помогать? Это первое испытание о вашей совместной начинающейся жизни, в ваших отношениях, которое он будет показывать, как он проблемы решает и берет за вас ответственность или нет. А если вы за него все будете делать, потом придет время, вы вообще, когда адаптируетесь, вы учите язык, пойдете на работу в Турцию, ну, вы все за него будете делать. И работайте, деньги зарабатывайте. И будет у вас точно так же, как бы и на родине у себя было, от чего вы, может быть, как большинство бежите. Вы хотите доверять мужчине, расслабиться в мужских руках, довериться, а опять будете на себе тащить, как конь, воз за своими плечами. Ничего не изменится. А дело-то не в мужчине, что он такой плохой. Ой, все мужики-козлы, даже за границей я все попробовала, даже турки такие же, как наши. Да нет, просто вы любите впрягаться в эту повозку и ее тащить. А любой человек, которому предложат легкие условия, он, конечно, в итоге посопротивляется, но в итоге согласится на это. Я бы тоже согласилась, когда за меня все будут делать, ищу ее работу, деньги заработать, да красота. Сижу, как Емеля, на печи, ноги вверх задрал, ничего делать не надо. Это так поведется и любой человек, не только турок в любой другой стране. То есть проблема как бы у вас будет. Если есть вопросы по этой теме, задавайте, ставьте лайки к этому видео, можете поделиться в социальных сетях или кому-то показать, сделать просмотр, я буду очень крайне признательна. Спасибо вам большое. И под видео я всегда оставляю почту для записи на консультации. Если вы, например, хотите, вам что-то непонятно, я к такому выводу пришла, я вижу, что ко мне стали обращаться больше на консультации не только психологическими проблемами, не касаемыми Турции, а именно с турецким, особенности турецкого менталитета, это отношения с мужчиной, давайте я тоже буду на эту тему консультировать, потому что видео анонимно, там не все хотят это разбирать, это и критику эту слушать, читать комментарии не всегда приятные. В почте я вам писать тоже километровые консультации проводить не могу, то если хотите, пожалуйста, если вам нужно отношения свои, с психологической точки зрения, вы запутались отношения с турком, все прочее, можете записаться на консультацию. Мы ее проводим в скайпе онлайн или в ватсапе с видеозвонком, кому как удобно, какие средства у вас общения есть, вообще в скайпе желательно, это удобнее, и разбираем эту вашу ситуацию. Если есть вопросы по записи, пишите все на почту, я вам всегда отвечу. Спасибо за внимание, девочки, всего вам хорошего, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok